Привет всем! Сегодня со мной Вадим Лобов, президент корпорации Синергия, в которой в год учится 100 тысяч человек. Очень многие люди меня спрашивают на Synergy Global Forum. Я установил рекорд по indoor гребле. Арнольд Шварценега рассказал про свои шесть шагов, как он стал актером, чемпионом бодибилдинга. Одизы Спорта рассказал свои подходы, которые бизнесовые. Рыбаков, Черняк. Есть Санкт-Петербургский экономический форум, есть отраслевые по недвижимости, по сельскому хозяйству. А Synergy Global Forum, в твоем представлении, что это такое, суть Synergy Global Forum? Во-первых, Оскар хотел сказать, что рекорд на сцене СГФ – это было действительно круто. Это слезы и восторги этих десятков тысяч зрителей. И за этим, конечно, стоял большой объем работы. Спасибо тебе, что ты сподважился на этот подвиг. Synergy Global Forum – это наше флагманское событие, это главный ивент Synergy. И ежегодно мы стараемся пригласить на этот ивент людей из разных индустрий. То есть, это как выставка лучших достижений человечества. То есть, мы берем бизнес-спикеров и на сцене глобального форума выступали такие люди, известные, как Насим Талеб, как Малком Гладуэл, как Саймон Синек. Мы приглашаем предпринимателей. Вот у нас был Ричард Брэнсон, Оскар Хартман, Игорь Рыбаков. И много людей из других индустрий. Это актеры, это политики. У нас были Оливер Стоун, Майк Тайсон. Их объединяет то, что они смогли в своей жизни добиться большого успеха. И когда ты сталкиваешься с такими легендарными людьми, ты видишь их на сцене живьем, то ты понимаешь, что ты тоже можешь это. И вот в этом и есть главная идея. За два дня, показать участникам форума много примеров из совершенно разных областей, но всех их объединяет такие вот сверхдостижения. Я вот первый раз увидел живую Арнольда Шварценеггера, который однозначно его плакат висел у меня в детстве на стенке. И есть эффект, когда ты видишь, что это тоже не супергерой, а он живой. Но есть еще много других эффектов, которые происходят на таких мероприятиях. Люди учатся иногда лучше вот в таком формате. Но это действительно интересный формат у вас. Про Арнольда два слова. Я сделал ошибку. Я за неделю до события посмотрел терминатора, две части первых. И когда мы поехали на ужин перед форумом, у меня не было стресса и страха, но было такое легкое оцепенение. Ты смотришь на живого Арнольда. Ну то есть надо поддерживать диалог, но ты хочешь просмотреть, слушать и крайне сложно. И получается у вас в первую очередь выступают практики. Люди, которые сами не рассказывают про какие-то чужие результаты и как это, а именно сами сделали какой-то большой результат. Да, мы приглашаем тех людей, которые смогли через свой жизненный путь, через преодоление себя доказать что-то. И собственно говоря, их жизненные кейсы, они и есть основная фактура этого события. Но в этом году вы его провели в Санкт-Петербурге, в Газпром-арене. До этого всегда было в Москве. Чем было бы основано такое решение? Если бы мне сразу сказали о том, сколько будет проблем, связанных с этим, то я бы подумал еще несколько раз. Наверное, решение было бы такое же, но оно бы было более смыслным. Конечно, это был такой вопрос выбора. Вся команда была против. И продюсеры события, и ивент, блог. Но у меня было три мотива, почему я принял это решение. Первый мотив – это инфраструктура. Мы начинали проводить глобальный форум в Крокусе. Это была очень комфортная площадка. Мы там были первые два года, 15-16 год. 6 тысяч человек, мягкие сидения, очень атмосферно. Но событие выросло из этого достаточно большого зала. Мы переехали в Олимпийский. И мы проводили там несколько форумов. Но Олимпийский закрылся на реконструкцию. И у нас был выбор. То есть мы могли оставаться в Москве. Тогда это ВТБ-арена, 9 тысяч человек. Мы резко уменьшаем себя в размерах. Либо ехать в Питер. Мы решили ехать в Питер, чтобы событие, оно все-таки было массовым. Чтобы как можно больше людей смогли увидеть тех выдающихся спикеров, которых мы привозим. Второй наш мотив – это иностранные гости. Сейчас в Питере на глобальном форуме были люди из 24 стран. И в целом вот этот вот трафик людей, которые едут в Питер из других стран, он, конечно же, гораздо больше, чем в Москве. Потому что Питер, он более туристической точки зрения привлекателен. Особенно вдохновляет то, что сейчас ввели электронные визы. И практически все страны мира могут в очень легком порядке постить это событие. И мы хотим, чтобы этот форум, он был действительно глобальным. И поэтому вот этот второй пункт, международный статус этого события – это второй наш мотив. Ну и третье, конечно, это амбиции. Это большая цель, то есть 50 тысяч человек, стадион. Большой вызов. Большой вызов, да. И так же, как я делал то, чего никто никогда не делал. Установить рекорд в индур-гребле, вживую. Вы тоже пытались сделать то, что никто до этого не делал. Да. И кроме технических, маркетинговых, с какими проблемами вы столкнулись? Самый главный вызов и самый главный сюрприз нам преподнесло УИФА. Была жеребьевка. И наше событие было назначено на 4 октября. В ходе жеребьевки выпало так, что поставили матч «Зенит-Бенфика». На 2 октября. А у нас уже утвержденный план монтажа на 72 часа. Уже подрядчик подобранный, согласованный. Согласована схема со стадионом. И вот назначают матч на 2 октября, 4 числа события. Площадку нам в этом сценарии могут отдать только 3 числа в 10 утра. На монтаж остается меньше суток. Я был там, я, кстати, приехал за день на стадион, и там не было ничего. И это, конечно, было очень экстремально. Какие-то отдельные узлы, их не успели доделать, их следует. Ну, в частности, звук не успели настроить. Поэтому, когда мы начали события, звук очень сильно резонировал. И в первую очередь от этого страдали те люди, которые были на верхних ярусах. Ну и шпикеры, кстати, было очень тяжело выступать. Потому что действительно в Кроку-Сити ты чувствуешь аудиторию, звук. А вот здесь такое сложно было очень. Звук возвращался. Благодаря техническим сотрудникам группы ДДТ, ко второй половине дня звук удалось наладить. Но, тем не менее, вот такая накладка была. Другим интересным аспектом были синхронные переводчики. Их везли из Китая. Их должны были за неделю до события растаможить, привезти в Шереметьево. И мы должны были их спокойно доставить на площадку. Синхронные пролежали на таможне в Шанхае практически неделю. И нам привезли их в последний день. И параллельно с этим экстремальным монтажем нам говорят, что синхронные не растаможили. И мы понимаем, что у нас синхронных переводчиков нет. И мы начинаем экстренно скупать все синхронные переводчики, которые есть в Питере. Усиливаем каналы для того, чтобы, когда в 9 часов придут люди, все-таки они могли слушать с переводом всех иностранных спикеров. Ну вот и такого рода накладки, конечно, они всегда в большом объеме есть на любом событии. Что пошло по плану? Все спикеры, 200 спикеров, что было лучше, чем вы думали? Приехали все спикеры. То есть и всегда волнуешься, кому-то могут не дать визы. Кто-то может по состоянию здоровья не приехать. То есть больше всего переживаний всегда по поводу хедлайнера. Потому что люди, когда они покупают билет, когда они идут на события, они, как правило, больше всего хотят увидеть там хедлайнера и еще несколько звезд. И поэтому всегда ты переживаешь. Вклад большой и самое главное, конечно, программа. Но тем не менее отзывы я почитал, зашел под разными хэштегами. Очень разная такая получается эклектика. С одной стороны есть очень восхищенные люди, с другой стороны есть люди, которые совсем не получили то, что ожидали. Я частично, наверное, связываю это с тем, что ожидания очень разные. Как ты видишь эту ситуацию? Как вы работаете с отзывами? Какие главные выводы? Вы много сделали ошибок. Что будет дальше? Такого объема одновременно восторженных отзывов и одновременно негативных комментариев мы не получали ни разу. Значит, ну с чем был связан восторг? Очень мощная программа, очень яркие спикеры. Но в то же самое время было ряд проблем, которых я часть озвучивал. После каждого события наша команда, она становится с одной стороны более психически устойчивой, с другой стороны более опытной. Я считаю, что программа была феноменальная. Но не все могут себе позволить купить билет даже на такую программу. Если мы сделаем совместно, разработаем стипендиальную программу, я знаю, что у вас есть она даже в университете тоже. Соответственно, может быть, мы сможем какой-то бюджет из этих 50 тысяч дать тем людям, которым это очень нужно. Это те отзывы, которые получал я. Да, Оскар, мы готовы. Мы можем прямо сейчас договориться, что на следующее событие тысяча студентов, подписчиков твоего канала. Я не думаю не только моего канала, я думаю, в целом есть люди, у которых большой потенциал. Да, давайте договоримся, что тысяча студентов со всей страны с большим потенциалом, которым мы придумаем специальные задания, они смогут попасть на это событие бесплатно. Давай, супер. Это будет стипендиальная программа. У меня есть разработанные критерии, как можно отбирать людей, которые это будут действительно ценить. Потому что иногда, когда даешь бесплатные билеты, они раздаются рандомно, и люди это не ценят. Потом даже эти места пустые остаются, люди даже не приходят. Я, конечно, эксперт больше в развитии предпринимательства, но я хотел бы узнать твои мысли про будущее образование. Что, по твоему мнению, не меняется? Что остается из фундаментальных принципов образования, которые из прошлого? Что не меняется? Что меняется? И какую роль в образовании пожизненно могут играть вот такие мероприятия? И какие есть еще инструменты, которые в будущем люди могут использовать? С одной стороны, будет какое-то количество университетов классического типа. Очень фундаментальных, очень консервативных, очень элитных, элитарных и дорогих, где будут учиться люди очно. И в этих университетах будет создаваться инфраструктура, которая позволяет людям не только обучаться, но она им позволяет заниматься спортом, знакомиться. И люди в эти университеты будут идти с центром для того, чтобы получить знания, профессию. Но они будут идти, чтобы там, по сути дела, жить на протяжении своего периода обучения. И еще раз подчеркну, что этот тип обучения будет все более элитарным. И будет массовое обучение в онлайне, которое будет достаточно дешевым, которое будет доступным. В первом и втором случае будет базовый критерий, который, по сути дела, уже сейчас мы это видим, приобретает все большую важность. Это практика-ориентированность, то есть это соответствие тех знаний, которые человек получает, требованиям работодателей. В те времена, когда было классическое академическое образование, они потихоньку уходят в прошлое. И по-прежнему важен общий фундамент, по-прежнему важна эрудированность. Но с учетом контекста информационного, когда любой наш телефон знает гораздо больше, чем знаем мы, конечно же, все больше будет иметь значение образование именно возможности применять эти знания. То есть мы не можем конкурировать по объему информации с теми носителями и сетью интернет, но мы можем, конечно, конкурировать, в первую очередь, с точки зрения применения этих знаний. И вот этот длинный тренд на разделение на два блока, между которыми будет большой контраст. То есть ограниченное количество элитарных учебных заведений классического формата и большие онлайн университеты. Сейчас просто у этих классических университетов, у них высокий бренд, МГУ, МГИМО, высшая школа экономики, диплом. У самообразования, которое люди делают дистанционно, даже пожизненно, сейчас брендов нет вообще. Если ты сам этому статус не придаешь, нет никакого внешнего, ты думаешь, это будет меняться? Или это останется вот такой более-менее такой фрагментированной самообразовательной историей? Во-первых, не совсем так. То есть если мы говорим про мировой рынок онлайн-образования, то на нем есть игроки с хорошими известными именами. Допустим, Феникс Университет, как пример, допустим, Каплан. То есть в мире уже сегодня существует немало онлайн-университетов, которые имеют знак качества. В дальнейшем, когда это явление станет более массовым, и на то есть целый ряд причин, точно так же в этом сегменте будут развиваться свои бренды. Почему помимо стоимости еще онлайн является прогрессивной формой? Потому что очень надо много людей переподготавливать. То есть нас ждут большие структурные изменения. Два-три года, значит, и Uber отправит всех своих водителей на пенсию. То есть что такое водитель? Вот у меня водитель, у него есть супруга, дети, и он кроме этой профессии ничего другого не имеет. И таких людей в мире их несколько миллионов. И когда такси начнут ездить автоматически, а ты знаешь, что для этого готово все, кроме правовой составляющей, это неизбежное будущее. Оно нас ждет через 2-3 года. Таких профессий очень много. И понятно, что этим людям нужно будет получать новое образование. Основно-то взрослые люди. И они не пойдут еще раз в университет, не со студентами, общежитие. То есть студенческая жизнь нет. Конечно, им нужно будет где-то параллельно работать, получать новое образование. Поэтому вот этот формат такого удаленного, быстрого, в чем-то быстрого обучения, он, конечно, будет приобретать в условиях этого тренда на быструю смену профессии все большую популярность. В этих изменениях роль учителя или преподавателя. Когда я себя помню маленьким, на наши учителя были хорошие, были разные. Но в основном у нас не было доступа прямую к практикам. Соответственно, сейчас я себе представляю ребенка, у которого, с одной стороны, есть телефон, где он может учиться от людей, у которых очень высокий статус с точки зрения результатов, чтобы преподавать. И, с другой стороны, средний учитель. И у него упал, по моим ощущениям, статус в глазах ребенка. Раньше, когда в деревне у нас, в Коктерейке, учитель был близко к возвышенным. А сейчас люди больше, даже дети уже занимаются самообразованием. Они, например, в футбол играют, смотрят про футбол, где профессиональные футболисты обучают. И как ты это видишь? Как ты видишь роль преподавателя? Если мы говорим про парадигму образования с точки зрения применения новых форматов, то она уже сейчас сильно меняется. И уже сейчас многие виды профессий можно освоить полностью в онлайне. Очень скоро мы начнем получать знания в массовом формате напрямую от лучших профессоров мира в онлайне. То есть, как только будет решен вопрос синхронного перевода через интернет, это вопрос одного, максимум двух лет, то мы можем на своем родном языке слушать лекцию преподавателя из Гарварда. И тогда, конечно, конкуренция за контент, она очень сильно вырастет. Еще один способ – это 3D-голограммы. Эта технология, она тоже существует, она уже полностью обкатанная. И на расстоянии 10 метров уже практически нельзя отличить, это человек настоящий или это голограмма. У нее есть ограничения, как и у этих роботов из Амазона, и это достаточно дорогое удовольствие. Но через 2-3 года это будет доступно любому. То есть, у тебя дома дети смогут слушать лекцию Курцвала с помощью голограммы, которая будет практически неотлечима от самого Курцвала у себя дома. Поэтому вот замещение преподавателей, конечно же, с помощью онлайн-материалов, с помощью голограмм, оно будет происходить. Но есть, тем не менее, много профессий, много навыков, много искусств, которые невозможно передать, воспитать таким образом. Их можно передать, воспитать только от сердца к сердцу. Поэтому, если мы говорим о том, а вот профессия учителя, она будет заменена как профессия водителя, то ответ нет. То, что профессии водителя через 3 года не будет существовать, или будет существовать только как некая роскошь, или как некая привычка, профессия водителя будет не востребована. То вот профессия учителя, я думаю, что она будет вечной, И это связано именно с тем, что определенные эмоции, определенное воспитание, оно передается только через контакт живых людей. Но самый острый вопрос, который встает во всей этой, в таком видении, это фильтры информации. Потому что действительно есть вся информация теперь. Кстати, когда я начинал заниматься интернет-бизнесом, были огромные надежды за счет демократизации доступа к информации устранить неравенство в мире. По последним цифрам, которые пришли, неравенство в мире за последние 20 лет ухудшилось. Это был огромный сюрприз, и пока мировое сообщество не может понять, с чем связано, что при полном доступе к информации у нас неравенство ухудшилось. Одна из теорем, что передоза информации при полном отсутствии фильтров, наоборот, заводит людей. Например, сейчас показывали, брали, например, YouTube-фиды разных людей, и там видели жесткие признаки радикализации. Когда человек, наоборот, видит в своем фиде только, например, в Германии, всех иммигрантов, которые бьют детей. Ну, как бы очень сильно радикализируют, как будто это правда. Действительно, как выбрать? На какие фильтры упираться? Как делать этот выбор? Как ты это делаешь для себя? Время мало, время очень ограничено, и тебе нужно понять, что из предложенных вариантов является наиболее значимым. По одной и той же теме, маркетинг, продажи, IT-технологии, есть множество контента. Я персонально пользуюсь услугами нашего аналитического центра, который готовит мне подборку лучшего контента по заданной тематике. Хотя проблема, связанная с тем, что человек заходит в интернет за какой-то информацией, проходит 3 часа, он смотрит, что он изучает наградную систему Японии. Она действительно существует. Это из моего кейса. Ну, ты втягиваешься. Если мы говорим об учебных заведениях, то одна из задач учебных заведений будущего будет заключаться в том, чтобы отобрать правильный контент, его структурировать, сделать его приоритизацию, чтобы студент, который поступает в университет, он смог сохранить свое время, жизненные силы, энергию и получить вот ровно тот контент, который будет максимально эффективным на этом отрезке его жизни. Мы уже начинаем собирать последствия клиповости мышления. Мы, как университет, видим это, что те школьники, которые поступают, у них сейчас, к сожалению, более низкий ресурс внимания, они более ориентированы на короткие форматы контента. Сейчас начинает новая социальная сеть набирать обороты TikTok, то есть это 10 секунд, то есть это еще один шаг в сторону деградации, еще меньше человек может способен контролировать свое внимание. И это, конечно, потом переходит уже и на рабочие места, поэтому нужны специальные программы по концентрации внимания сотрудников. И это не шутка. То есть сегодня нам всем нужны механики, навыки, которые позволяют нам удерживать наше внимание в зоне осознанной, в зоне контролируемой, потому что она быстро растекается по социальным сетям, фотографии в Инстаграме, тексты, подписчики. В Германии есть замечательная книга, называется «Цифровая деменция». Там аргумент, что у нас в мозгах есть центр, который отвечает за навигацию по миру. Улицы, дороги, он создает карту мира. Это центр мозга. Сейчас с навигациями этот центр, если сравнивают людей, которые все навигируют через карты цифровую, нейронных связей в этих центрах, их сокращается, как-то посчитали в 4-5 раз, по сравнению с теми, например, таксистами в Лондоне, которые должны наизусть знать город. Но этот центр, и в принципе было не страшно, если бы этот центр выполнял просто эту функцию, она сейчас не нужна, и как бы, пожалуйста. Но этот же центр отвечает за функцию, которая такая межкатегорическое мышление, когда тебе нужно, он навигирует в том числе по мозгу, и получается, когда он атрофируется, у человека начинаются достаточно большие проблемы, когда нужно решить такую межфункциональную, сложную задачу. И как бы действительно вот эти навыки нужно тоже качать, иначе человек не прогрессирует так же быстро, как технология. Есть обозначенная проблема, она уже осознанна. То есть мы сейчас, если мы говорим про педагогику, то есть обучение детей, то есть уже осмысленная проблема. Дети сидят в интернете. Сейчас уже многие школы, особенно если мы говорим про школы элитного плана, про гимназии, лицеи, то есть они вводят жесткое правило, что телефон пришел, сдай на полку. И это какой-то первый барьер, чтобы оградить людей хотя бы во время школьного обучения. А вторая история, я прямо совершенно точно уверен, что в школьных программах будут появляться дисциплины, направленные на развитие концентрации внимания, на развитие креативности, на способность к критическому мышлению, потому что действительно тот объем нагрузки, с которым сталкивается сегодня мозг ребенка, мозг подростка, он совершенно не сопоставим с тем, к чему его готовила природа. То есть в нашей эволюции никогда на вот эту тонкую прослойку сознания не было такой подачи контента в таком объеме. И поэтому, конечно же, мы на уровне нашего естества, мы к нему не готовы, поэтому как вот физическая культура, которая дает там базовые навыки по владению своим телом, прыжки, бег, и также совершенно точно в школах в ближайшие десятилетия появятся специальные дисциплины, которые позволяют тренировать мозг на то, чтобы он мог осознанно противостоять тем интервенциям, которые происходят. Тогда, Вадим, еще последние два вопроса про мероприятия. Вот в этой картинке будущего люди действительно очень много меняются, учатся, да, потом это становится привычкой. Какую роль играют эти мероприятия? Я знаю, что вы и в регионах проводите огромное количество. По сути, эти мероприятия – это огромное количество человеческих контактов, когда не только спикер и гости, на самом деле гости взаимодействуют между собой, там формируется очень хорошо. Какую роль эти мероприятия будут играть? За эти 60 минут или за эти 30 минут, которые есть у человека на сцене, он старается дать максимум полезного контента, максимум умысла. И он старается прессовать. Вот у меня был преподаватель, который говорил о том, что система подготовки научных работ должна строиться наоборот. То есть как у нас сейчас. То есть есть диплом. Диплом – это 30-50 страниц. Есть кандидатская – это 150 страниц. Есть докторская – это порядка 500 страниц. На самом деле должно быть наоборот. То есть диплом, когда еще человек плохо понимает предметы, ему нужно показывать, какие есть материалы, какие есть мнения. Это 500 страниц. Кандидатская – меньшее. И докторская, когда уже человек твердо разобрался в теме, то есть вот она должна быть 50 страниц текста, где написано. Также и выступление спикеров на форуме. То количество контактов, которые проходят на форуме, оно, конечно, не сопоставимо с концентрацией знакомств в обычной жизни. Это и деловые знакомства, это будущие партнеры, это будущие поставщики, это будущие клиенты, и это будущие друзья. Поэтому я считаю, что эти события, они носят во многом такой мобилизующий характер, через который человек начинает двигаться. Главное событие – это то время, в которое ты инвестируешь, ты даешь там два дня своей жизни для работы на форуме. И, конечно, это надо себя выдернуть из операционного бытия, прийти на события, общаться, но это очень стимулирует к чему-то новому, к познанию контактной базы. Очень полезно. В отзывах о мероприятии читала какую-то ситуацию про милицию и рок-концерт. Была вывезена группа или что там случилось? Площадка сказала заканчивать, потому что ну, я понимаю, все, да, мы не сыграли вообще еще ничего, приготовили для вас хорошую программу, но, к сожалению, вот такая какому-то, я не знаю, чуваку фуражки не понравилась. Да, значит, некоторые СМИ, они писали о том, что со сцены попросили Шевчука Юрия, лидера группы ДДТ, когда он исполнял песню «Милиционер в рок-клубе». Вот, ну, надо сказать, что вот особенностью этого форума было то, что мы интегрировали туда большой рок-концерт. Участники форума после деловой программы могли послушать песни любимых исполнителей. это был действительно праздник. И если мы говорим про Шевчука, то есть во второй день у нас выступало три группы, каждая группа выступала по одному часу, то есть концерт длился три часа. Вот, люди не хотели расходиться, и они готовы были быть и дальше, и Юрий Шевчук, он тоже был готов выступать и дальше, но время было уже 23.30, и просто уже пора было закругляться. То есть, конечно же, эта история, отчасти придуманная, потому что, ну, медийный хороший повод, что выгнали Шевчука на песни милиционерной группы. Нет, на самом деле все группы отработали тот лимит времени, который у нас был, вот, и время шло уже к полуночи, пора было расходиться, поэтому концерт был завершен планов порядка. Со своей стороны хочу сказать спасибо, потому что мне, это для меня, это мероприятие было важное, я как человек получил много пользы, концентрации, был крайний срок появился в моей жизни, так что спасибо тебе, Вадим. Спасибо тебе за вкладные события.